всем пламенный привет друзья с вами как всегда юра чедони сегодня у нас продолжение шоу битва брендов gta 5 юриб это всем привет что ж ребятки сегодня мы для вас подготовили просто офигенную подборочку из брендов и что ж как ты думаешь что это пожалуй это тоже два очень крупных таких бренда которые с собой всегда ну соперничали пока не скажи какая страна производства но это америкосы так постоянно там но предположим это будет шевроле и не знаю не знаю дочь ну не совсем дочь но шевроле да ты угадал а если конкретно то это допустим шевроле камара а понял что форт какой нибудь да конечно же мустанг против камара ребята выбирай давай контейнер так хочу второй давай второй прошлый раз первый брал поэтому первый сейчас не достанется короче мне попадается ребята именно шевроле у меня тут корветы короче стоят и камарик а у тебя форт мустанг и gt какие-то там два форта gt да да слушай но это просто лютая подборка мне очень не терпится сразу прокатиться именно на камара и на мустанге давай давай погнали что же ребята современная битва шевроле камара и собственно форд mustang восемнадцатого и девятнадцатого годов у меня дрезв名 больше reference. 19 и 18 размерами и его ночевое в этом это лекарство . вообще неожиданно в этом rua transport еще одна остальная lysbuja я учителяный х 만� enough может мой тоже так бог может быть я по встрече кофе например дваMP и опорда как мы с лукарне стеной просто вуза ти спуск�� there два в прошлого пораской земле Жесть, жесть. Слушай, ну... Ты что, пролагал я как-то немножко? Ну, не знаю, вроде нормально. О, ты полетел. Да-да-да, наехал задним колесом, короче, куда не стоит, видимо. Ага. Ну, знаешь, в принципе, мы с тобой идем довольно-таки ровненько. Ну, слушай, по управлению я от маслкаров ожидал худшего, но комфортно. Я себя чувствую. Я, конечно, пока особо не заходил на маневренность, но... О-о-о! Это все бот. Да-да-да. На самом деле, они, конечно, дрифтуют. У меня она длина. Чуть-чуть, да. У меня еще больше дрифтуют на поворотах, вот, сто процентов. У тебя она такая более, то есть... Ботяра ты! Второй ботяра. Вот просто подстава какая-то, реально. Ну, они могут. Ну, слушай, я чувствую себя комфортно по прямым, по вороте. Ну, вроде, знаешь, вроде дрифт есть, но он такой более... Да, он управляемый, блин. Че стоп-то не сломался? А-а-а! Ха-ха-ха! 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 Какого-то пеликана подстрелили какого-то. Ха-ха-ха-ха! Так, окей. Ой, блин, ясно. О, впереди просто жесть. Лошадный поворот. Я так понял. Да-да-да, я специально, ну, хотел такую трассу, чтобы посмотреть, как они себя будут чувствовать. Ага. Ну, слушай, для маслкаров очень комфортно. Серьезно. Блин. То есть, если брать даже старые доджики там или еще что-то, что у нас было, но это по сравнению с этим просто лютая жесть была. Да, нет, за процентов. Там они очень сильно, да, дрифтуют. О-о-о-о! Билли, пакенфлай, нормально все проехал. Господи! Слушай, они... Че? Кульбиты? Ха-ха-ха-ха! Блин, че? Мне кажется, знаешь, что по управлению это больше как-будто не маслкар, а хороший такой гоночный автомобиль стандартный какой-то спорт. Ну, у меня чисто маслкар, знаешь, это основа как будто какой-нибудь доминантор у него реально, то есть. Пока же. Ну, можно же. У меня, может, полноценная замененка, потому что, ну, очень, очень, очень комфортно. Господи, сколько у вас здесь, а? Вот правда, конечно, в местах... Че? Блин, я, короче, только что за передним колесом залез на отбойник. Просто жестко. Нормально. Короче, че я хотел сказать? Даже от такого удара у меня вся мысль из головы вылетела просто. Че я хотел сказать? Я просто забыл. Блин, ребят, на самом деле, я хочу сказать, что у меня машина хорошая, но то ли я... Ну, не знаю, у меня в комментариях и не такой писали, что типа ты рука жоп, вот управлять не умеешь. Просто люди не понимают, что такое замененка и что такое 5М. Да, да, здесь такая физика у машины, что даже не можете представить, ребят, это реально, то есть, это не вам необычная ГТАшка. Они абсолютно нереально у них здесь управление стоят просто. Ну да. Че-то там далеко? Ну, я только заехал сейчас на это серпантин. А-а-а, ну я уже из него, в принципе, выезжаю, мне 2КМ осталось. Да-да-да, вижу. Ну, слушай, я доволен. Я очень сильно доволен, мне очень сильно нравится, прям вот максимально. Да. Еще осталось узнать максималки этих тачек, ну и полностью закрыть вопрос, по крайней мере, в ГТА 5, кто же круче из них. Слушай, ну как бы, блин, нифига, у него такая приборка классная просто. Ну, я, кстати, не смотрел сейчас, смотри, сейчас тоже посмотрю, ребята, покажу. Короче, ребята, пишите в комментарии, не забывайте, что вам больше всего нравится, Ford Mustang или Camaro, потому что, блин, ну это на самом деле очень интересно. Ну, на самом деле, я тоже не мог бы сказать, потому что мне Camaro нравится, но Camaro, мне кажется, более простенький, более простенький по сравнению с Mustang, то есть. Ну, возможно, Mustang, он более такой агрессивный, это американская мечта, все дела. Да, более навороченный, да, такой вот. А у тебя, то есть, такой он более простенький, как по мне. Ну, тоже прикольненький, мне нравится. Ну, тоже неплохой, кстати, да. Да. Все, финишировал я. Кое-как приехал, окей. Ладно, ребята, здесь первый балл получает Chevrolet, но если мы отправляемся на прыжок с трамплиновать максималку. Полетели. Ну что, ребята, вот у нас испытание прыжок с трамплина. Юрка, поехали. Что ж, два маслкара, сейчас посмотрим, кто к мосту. Максималочка интересная. На самом деле, в реале, мне кажется, они максимально похожи. Но здесь у меня что-то шустрее, да. Ты шустрее поехал, вот просто максималки. Хотя, сравнялись, смотри. Да. А, чего? Я пошел. Вторую включил. Какая скорость у тебя? 205. 220. Нифига себе, вторую просто включил, смотри, фор. 230, да. Офигеть. Какой себе. 235. 217. Ну, на самом деле, не знаю, правильно ты сделал или нет, то, что наехал. Хотя, да, правильно, потому что... А, я вреду забил борт и отлетел вниз. А я еще, наоборот, от дома пролетел дальше значительно. Да, я видел. Ну, окей. Слушай, максималка у мустанга оказалась больше, и наши, короче, конкуренты сравниваются по баллам. Да, ребят, отлично получилось. И полетели выбирать новые тачки, да? Да, погнали. Да, фига ты заехал. Что ж, ребята, в контейнерах остались тачки одинаковые марки, да? То есть у тебя, получается, Ford GT, а у меня корветы. Короче, давай выберем старенькие, да, пожалуй? Давай, давай, старенькие. Посмотрим, что получится. Давай, давай, давай. Опа. Ты куда полез? Слади. Вот, отлично. Ух ты. Блин, офигенно. Мне очень нравится. Неплохое вроде. Да, Ford GT классный. Так, окей. Короче, я предлагаю тебе спуститься с горычилет на них. Да, полетели. Погнали. Что ж, ребята, два очень, в принципе, хороших автомобиля, очень быстрых, двухдверки и, собственно, ну, у тебя вылазит шапка. Да, есть таковые. Так, поехали, 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 Ford GT. Мне кажется, или они... Вау! Ты куда поехал? Чего это было? У-у-у, ну, это бан, всё, я приехал, слушай, ты серьёзно. Чё ты хочешь? Она не едет. Её крутит, верит. А-а-а. А-а, вот это тот самый коровет, который нереально быстрый, но неуправляемый. Походу, походу, блин, ну это жесть. Я тебя понял. Я, кстати, не знаю, насколько он быстрый, в реале, но, блин. У меня, знаешь, он дрифтит, 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 если газ отпустить и резко нажать, то он вроде, ну, ну, выравнивается, что ли. Ага. Она крутится вообще. Просто. И это финиш, короче. Ну, ты вообще идеально приехала, я так смотрю. Да. Без каких-либо проблем. Ну, слушай, напрямую он очень хорош. Блин, надо посмотреть, мне кажется, тоже, что он выжмет вообще, ну, чисто на разгоне. Да, ребят. Погнали дальше. Что ж, ребята, горизонт пуст, и самое время устроить заезд по прямой. Так. Ломаю стекло. Кидаю гранату. Шапка вылезает на оружие. Она тебя уже сломала. Так. Офигеть. Ну, вот ты сейчас меня порвешь. Ну, он, конечно, да. Ну, нифига он. Да. Шиво. Какая-то наячь его просто. Чиво. Ты что творишь? 170 по прямой. 170. 182 я видел. Да. Охренеть. Блин, ну, короче, я финишировал. Ну, слушай, он вообще пушка, он очень быстрый. Нет, он очень быстрый, реально, да. Но, мне кажется, если бы это был спринт по городу, я бы, короче, просто ушатался. То есть, дофига таких тачек было, которые как бы вырывают, пуляют, но по своему качеству езды такое себе. Да, потом очень плохо ездят. Да. Окей, здесь все ясно. Опять ничья боевая, так скажем. Ну, и, собственно, давай выберем оставшиеся тачки. Да, полетели. Что ж, ребята, последние тачки. У меня какой-то спортивный корвет, может, даже 7, какой-то там. Я не знаю точно. Да, корвет, какой-то нереальный, да. Причем у тебя вроде бы звук как-то заводился от грузовика какого-то, да. Ну, вообще, надо бы дур-дур-дур-дур. У меня новенький 4GT, да. Что ж, окей, у нас осталось дерви, поэтому отправляемся туда. Полетели. Ребята, только послушайте, как он просто журчит. Журчит. Журчит прям. Стракатун. Полетели. Это бан. Ой-ой-ой. А ты мог уехать, между прочим? Не, я не хочу. Я так понимаю, что у тебя нет шансов, да? Да. Хотя. Ну, конечно, просто избиение. Мы все понимаем. Он даже вперед-то не едет. Ого. Я просто сам поехал назад. Юра. Ты что? Я просто... Ты стоишь на месте. Я землю пошутал, по-моему. Пока я устраиваюсь удобнее, ты там на месте стоишь, короче. На месте дрифтуешь. Да господи. Нормально. Ну, я первый свалился, да. Ну, так-то, в принципе, мы там одновременно летели. Ну, блин, ребят, ну тут понятно все сразу. Мой корвет вообще не когущий, просто. Я тебе явно, да, он не для дыры. Да-да-да. Окей, следующее заключительное испытание, ребята, прямо сейчас. Полетели. Ну, что ж, ребята, если у меня трекочет так движок, то мне кажется, что как раз самое время по песку проехать на нем. Да, посмотрим, посмотрим. Как на тракторе. И поехали, но... Ну, это банк. Не, ну у меня Ford GT, на самом деле, он меня не очень... Быстро, ты меня догоняешь, да? Трактор меня догоняет, ребят. У меня хорошая максималка. Так, уйдите-ка, бегунцы. Притраможу, пожалуй. У-у-у-у, понятно. Я когда перегазовываю, у меня машину кидает. Она тебя шлифует, да. У меня она идет очень даже ровненько, мне это нравится. Ну, знаешь, я тебя напрямую делаю. И делаю, в принципе, очень легко. Да, напрямую ты догоняешь, да, меня сто процентов, я это уже понимаю. Главное, здесь на поротах не уберись, и все будет нормально. Ты так сказал, а я чуть на камень сразу не сел. Нет... Так, тихо, ты дымишься. Я дымлюсь. У меня то, что дым у тебя был из-под этого. Да, это может просто был, типа, пыль. Пыль? Может быть. Может и пыль, может и пыль. Главное, здесь сейчас на зонтике не... Ты мне зонтик подкинул прям под колеса. Брон, ну реально, помню, ты меня в песке описаешь? В мокром этом. Ну, у меня такое себе, слушай, ну... О, мужики сел. Мужики сел. Наблюдение. В мире животных! А я притормозил. А я притормозил, я молодец. Откуда там взялись в камни вопрос, да? Ох, перелетел. Ладно. Да, а я перелечу? Не знаю. Я перелетел. Перелетел? Ну, у тебя разгон хороший. Ты, наверное, за счет разгона, а я чисто за счет скорости только прыгал. Так, давай, 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 сейчас мы его обгоним на финише. Давай, там еще застрянет справа, если поедет. Ты справа поедешь или слева? Да. Прохил слева, а не справа. Ну, слева, ладно. Нормально. Я просто тебе дал этот, дезинформацию, чтобы ты растерялся. На самом деле, я даже не думал, я просто рулил максимально смотрел на дорогу. Ну, очень сложно, очень сложно, на самом деле. Но по прямой, конечно, он по песку себя чувствует комфорт. Ты что, амфибия? Да, я... Форт амфибия? Вообще нормально, внутри, я поехал. Слушай, я тоже здесь катаюсь. Нефига есть. Нормально. Нормально, нормально. Что ж, ребята, вот такая сегодня была подборочка Шевроле против, получается, Фордов. Ну, и, собственно, самая главная битва, это Мустанг против Камара, как вы просили. Ага. Поэтому не забывайте прожимать лайки, ребята, и подписывайтесь на канал. Да, ребята, всем удачи и всем пока-пока. Всем пока, ребята. У меня тут зонтик, короче, летает, как этот пришелец. Субтитры сделал DimaTorzok